Состояние тяжело больной Айкен с каждым днем ухудшается. Мама снова просит о помощи. Напомним, что мы уже рассказывали о маленькой карагандинке, которой необходима дорогостоящая операция. В 2010 году 8-летняя девочка получила травму в результате наезда машины в Щучинске. Диагноз – диффузно-аксональное поражение головного мозга и ушиб шейного отдела спинного мозга тяжелой степени. Сегодня Айкен необходим портативный дыхательный аппарат, приобрести который у родителей девочки нет средств. Если бы не тот случай, в этом году 8-летняя Айкен Уразбаева училась бы в третьем классе. В конце 2010 года тогда еще 6-летняя Айкен, возвращаясь в новогодние елки, хотела перейти дорогу, как тут ее сбивает машина. Теперь у нее последствия тяжелой краниоспинальной травмы, другими словами – диффузно-аксонального поражения головного мозга и ушиба шейного отдела спинного мозга тяжелой степени тяжести. Айкен самостоятельно не может дышать. Самое страшное то, что она дышит с помощью специального аппарата. На этих кадрах можно услышать, как Айкен Уразбаева просит помощи. На сегодняшний день состояние тяжелобольной Айкен ухудшается. По словам несчастной мамы, в последнее время Айкен перестала мыть голову. Причина тому, что вода попадает в ушиб шейного отдела, и именно это предоставляет неудобства. Можно помыть голову перед отъездом в Китай. Именно так твердит тяжелобольная девочка своей маме. Операция Айкен возможна только в клинике Израиля, либо в больнице Китайской Народной Республики. Для операции в Израиле требуется 50 тысяч долларов США. Для операции в Китае – 35 тысяч. Несмотря на все трудности, Айгуль верит, что мечта ее дочери все же сбудется. Для мамы Айкену Разбаевой дорога каждая секунда и копейка. Для спасения своей дочери она сделала почти все. Даже на столбы развешивала объявления. На данный момент оказана вся возможная медицинская помощь и рекомендовано возвращение домой. Но так как Айкен не может дышать самостоятельно, вернуться в родной дом пока невозможно. На сегодняшний день с помощью благотворительного фонда «Кассиет Тажол» собрано 12 тысяч долларов. Мы призываем всех оказать содействие и помочь Айкен обрести счастливое детство. Мирам Гусил Кимбаева, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Всех неравнодушных карагандинцев просим о помощи. Номера банковских счетов и телефоны мамы больного ребенка вы видите на экране. К слову, в данный момент Айкен пытается помочь благотворительный фонд «Кассиет Тажол». Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова